Они нас обманывают. Нет, ну это вообще что за дела? И за это люди платят? Я ухожу сюда. Всем привет! Как часто бывает, что ты покупаешь маленькую баночку табака, и её буквально не хватает на одну чашку? Хочешь узнать почему? Досматривай это видео до конца. Это Кука Стейшн, и здесь всё про кальяны. Поехали! Всем привет! Сегодня я хочу рассказать о действительно топе самых выгодных и невыгодных табаков. Зачастую, когда мы приходим в магазин, мы ориентируемся на два фактора. Это граммовка, которая указана на банке, и сама её стоимость. И удивительно, но мы бываем зачастую неправы, потому что такие факторы, как нарезка табачного листа, впитываемость сиропа в табачный лист, который придаёт нам ту самую массу, и его консистенция в целом могут повлиять на конечный вес. И я решил провести эксперимент. Я взял более 30 самых популярных брендов, которые представлены на рынке, взял эту чашку и измерил, сколько табака уходит на одну чашку разного производителя, при том, что я делал одну и ту же забивку, чтобы примерно у нас были равны все пропорции, и посчитал, сколько выйдет стоимость одной нашей чашки у разных брендов, и на сколько нам хватит одной баночки у разных производителей, и какой из табаков, соответственно, самый выгодный. И хочу сейчас провести статистику. Давайте, зачитаю. Я постарался найти маленькие фасовки, и в целом буду брать, отталкиваясь от розничной цены магазинов Питерсмут. Понятно, что где-то будет дешевле, где-то дороже, но чтобы примерно нам понять вообще разницу, которая будет, и понять это наглядно, я думаю, этого хватит. Итак, мастер. 200 рублей за 25 грамм. По факту в баночке оказалось 24,9 грамм. Одна забивка на чашку вышла 17,8 грамм. В одной банке получается 1,59 чашки. Одна чашка, получается, для вас будет стоить 143 рубля. Блэкберр. 240 рублей за 25 грамм. По факту в баночке оказалось 24,1 грамм. Одна чашка у меня вышла 17,3 грамм. В одной банке 1,31 чашка. И одна чашка вам обойдется, соответственно, в 183 рубля. Хотя граммовка и цена оказалась одинаковая. Дальше у нас идет табак Беллс. 175 рублей за 20 грамм. По факту в нем оказалось 19,4 грамма. В одной чашке 18,7 грамм. В одной банке, соответственно, у нас хватает рогм на одну чашку. И стоимость ее будет 179 рублей. Итак, я показал вам всю статистику на экране. Более внимательно и детально сможете с ней ознакомиться по ссылке в описании. Я привожу туда Excel-кабличку. Но к чему вообще это видео я решил выпустить, что не всегда стоит обращать внимание только на граммовку и на цену баночки. Потому что зачастую цена самого вашего пакура будет сильно отличаться. И 25 грамм одного продукта и другого по факту в вашей чашке будут занимать разное место. То есть, к примеру, если в Москве вам потребуется 19 грамм, то табака норма всего 14. Поэтому обращайте внимание на эти моменты и теперь вы знаете, какой табак действительно выгоден. До новых встреч. И тут сверху, честно. Субтитры создавал DimaTorzok